В общем, я хотел бы рассказать о Strong Loop компании и продукте Loopback. В общем, Strong Loop — это ребята, которые сделали Express, это Node.js фреймворк. А Loopback, о котором я буду рассказывать, это надстройка над Express. Кто работал с Express, знает, что это мейнстримовый фреймворк для Node.js. И он достаточно стабильный. Так как эти ребята делают Loopback, то значит там тоже все хорошо будет. И, в общем, что нам нужно для того, чтобы сделать вообще Rest какой-нибудь? Во-первых, нам нужно знать, где хранить такие все сущности. Для этого нужны дата-сорсы какие-то. Loopback позволяет в качестве дата-сорсов использовать все, что имеет какой-либо интерфейс. Это начиная с in-memory каких-то хранилищ, все революционные с UBD, к ним есть драйверы. Монго деби, другие Rest интерфейсы, JSON, RPC 2. В общем, что угодно можно использовать. После того, как создаются дата-сорсы, нужно создать модельки. Это какие-то декларации о структурах данных, о том, где они хранятся, как их можно извлечь. И, в общем, как оперировать в дальнейшем с ним. Так как мы будем делать Restful приложение, то у модели еще добавляются связи. То есть, используя какую-то модель, можно взять и вытащить связанные с ней другие модели. В комплекте с ангуляровскими ресурсами. Это вообще здоровски работает. И неплохо было бы после того, как все это загенерится и сделать как-то, иметь Explorer, в котором можно посмотреть документацию, потому что у тебя есть о том, какие методы, как ты можешь что извлекать, из каких моделей. То есть, это называется ресурсами в Rest-архитектуре. Какие у тебя ресурсы, их связи и все такое. И после того, как все это вообще можно посмотреть и загенерилось, неплохо было бы сделать тату-шткоину, чтобы прямо оно генерило файлик для ангуляра. И ты вот его подключаешь и все. И у тебя есть все модельки прямо в ангуляре. И, в общем, все это мы сделаем за полчаса. И начнем с датасоса. У меня есть Vagrant. И сейчас мы пойдем куда-нибудь. Создадим пустую директорию. И развернем костяк приложения. Вместе с, точнее от лукбека, есть неплохой инструмент SLC. И он помогает нам что-нибудь сделать. Вот такая вот команда создает пустое приложение. То есть мы хотим здесь создать такое приложение. Вот, нам сейчас загенерилась куча файлов. И в том числе очень нужно. И выполняется установка пакетов каких-то. Вот. Можно пока расслабиться, попить чай. Поставился у нас loopback boot для того, чтобы запускать сервак. И что-то, чтобы работать с датасорсами. Вот. Отлично. Теперь мы можем запустить наше приложение, используя SLC.RAN. Он запустил штуковину такую, написал нам, что есть на трехтысячном порту Explorer. Давайте туда заглянем. И он прокидывается. И вот. Мы заходим, видим, что сервер у нас жив. Уже работает 12 секунд. И сразу у нас каш-то койна загенерилась. То есть у нас есть юзеры. И мы их можем вот так извлекать уже. И откуда? Из-за REST API. А если нам не надо юзеры, значит, можете не извлекать. То мы можем сделать, закрыть этот ресурс для REST доступа. Ну, вообще считается, что почти везде нужны юзеры. Какая-то авторизация. Причем здесь генерятся не только юзеры, а сейчас мы сервер остановим. И посмотрим, что у нас есть. У нас есть сразу юзеры. Для них же есть АЦС токены. Есть АЦЛ сразу из коробки, который позволяет ресурсам задавать право доступа. Также есть механизм ролей, который позволяет группировать юзеров и виды доступа между собой. А вот он в какую базу сейчас пишет? А сейчас он пишет в базу DB, что туда подмаплено. Можно посмотреть вот дата-сорсис. Используется коннектор-мемори. Мы можем зайти в конфиг, все это подправить. И все будет хорошо. Предлагаю сделать какой-нибудь сервис блогов. К примеру. Когда вот так другой. Когда... Майворк. Он зарепетировал на сервисе блогов. Что-то из трех-четырех сущностей. Допустим, в сервис блогов у нас пользователь может создать неограниченное количество блогов, а затем заходить туда и писать посты свои. И любой другой пользователь может зайти и откомментить этот пост. Круто. Допустим. Вот он, записывайте. Соответственно, с чего мы начинаем? С дата-сорсом. То есть мы... Среди свои блоги. И сбоку еще можно ставить. Сидеть такая же компания и дизайнеров, и они тут же делают за полчаса дизайн для этого стандарта. Дизайн тоже. Тоже кнопку нажал. С раунцей. С раунцей. С раунцей. С раунцей. Начнем создавать дата-сорсы. Запускаем отсеки лупбек дата-сорс и нас просят ввести название. Я использую mongodb. Его достаточно... Субодэ очень легко использовать, она не имеет схемы, поэтому нам не нужно создавать таблички и прочее. Вот. Лупбек нам предлагает выбрать провайдер. Что это будет? Память, e-mail. как-то он может использовать в качестве провайдера? sql, post, greswora, crlost. А как Kafka это что? Это на Java какая-то база данных по-моему. SQL сервер, Mongo, SOP, REST, другой сервер, графовая база данных. Эти провайдеры можно доставить отдельными нодовскими пакетами. Их там еще десяток или два. Выбираем Mongo. Все, дата провайдер создан. Вот, это мы можем сейчас зайти, посмотреть, вот здесь вот сервер. У нас появился новый дата провайдер. Теперь начинаем генерить модель. Для начала нам нужны юзеры, да? Так, юзер, мы их будем хранить в Mongo и будем через REST их получать. У нас же были юзеры. Это новые и другие юзеры. А мы своих создадим. Да, мы своих, хорошо. И назовем его в множественном числе users. И какие у нас есть? А ничего не будем. Мы возьмем и отнаследуемся. Вот у нас создались два файлика. User.js пустой. Здесь мы можем реализовывать кастомные методы. Такие вот какие-нибудь там. Где от что-нибудь, откуда-нибудь там. Кто любит в RPC, RPC API. Они обычно пишут какие-нибудь свои там методы, возвращающие какие-то хитрые структуры. Здесь вот можно расширять REST API такими вот методами. И у нас есть такой вот конфиг создался для юзера. Но он пустой и наследуется от обычного persistent model. Мы отнаследуемся от существующего юзера. Вот. И теперь можем обычного юзера, допустим, закрыть. Сделать его не публичным, скажем так, да? Я не понимаю, чем-то. То есть мы создали своего юзера от того, что нам предоставляет… А, спрятаем. False. Да, false. Я просто сам написал. Вот. И давайте посмотрим, что у нас сейчас… У нас есть абстракционный юзер. Что у нас сейчас есть в… Так, они с разного регистра. Надо выбирать современный, какой есть быстро буквы. Будете хорошо. Так. Мы запускаем опять нодовый сервер. И смотрим, что же у нас там… В эксплорере наше. Обновляем. И у нас появились наши юзеры с маленькой буквы. А большой буквы исчезли. Вот. И у нас сработало наследование. То есть мы имеем не обычный REST ресурс с get, post, put и delete. А у нас есть такие вот штуки, как логин, logout, confirm, email, reset. У нас есть связи с access токенами. И… Ну и обычные REST методы. Такие вот. Get, delete, put, post. Есть. Также у нас сгенерилась JSON схема. Можно ее смотреть. Отсюда… Отсюда же… Ну, какая-то документация. Отсюда же можно попробовать выполнить запрос. И посмотреть, какой ответ ты получаешь. Прикольно. То есть можно дебажить прямо после генерации сущности. Так, ладно. Останавливаем это дело и сгенерим еще одну модель. Нам нужны блоги. Пишем loopback модель. Называем его блог. Выбираем, что он будет храниться в Monge. Доступен по REST и множественное число blocks. У блога у нас будет name. Упс. Не будет. А вот в этот момент понадобится программа. Сейчас посмотрим, что случилось. Эээ, ошибка. Да ладно. Программисс. Плохо. Да ладно. Потому что ты не оставил сейв. Адель еще нет. Где? Ну это явно баг. Давай просто… Сейчас посмотрим, что у него там сломалось. ГДБ. Вам нужен ГДБ. Удараешь? 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 Удараешь. 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 Сорза. Да. Я не подходила в репетицию? Саша, ты знал! Давай другой. Опыт. Немножко не то. Есть один человек, который говорит, что оно сломается. Мы иногда справимся. Нейм нужно тюнинг, он уже есть где-то, он замерился. Давай покажи, надо грохнуть в хайлухе. Он там уже в хайлухе лежит. Вот он. Вот тут нейм-лог. Давайте его грохим. Отсюда тоже удаляем. Несколько людей. Крутите, Шура, крути. Офигенно. Выбираем. Я не студирую, да? Что? Ну, не знаю. МС был запущен. Не важно. Что-то пошло не так. У блога есть поле name, которое стрим. Так, ну и оно required. И пока достаточно. Так, блоги у нас теперь есть. Мы создадим посты, да? Монги. Опять же в Монги. Доступно через Резл. И у постов у нас всегда есть титул. Стринг. Всегда нужен. И контент. Тоже стринг. И достаточно. Еще создадим комменты. У комментов есть контент, допустим. Вот, контент это стринг и тоже требуется. Ну, вот, теперь давайте посмотрим, что у нас в аппе. Ну, в модели, наверное. Для чистоты эксперимента вернемся вот сюда. Ну, вот, у нас уже такие штуковины и они все работают. Вот нам ответы даются. Мы можем что-то сохранить. Сделаем более валидно. Так, нам пришло, что все хорошо. И теперь мы можем получить все блоги, какие есть. И нам все вернулось. То есть работает, как и ожидается от Реста. А если настоящие приложения, кстати? Нет. А если настоящие приложения? Прототипирование. Прототипирование на стороне клиентов. Да, нам быстро что-нибудь нужно сделать. Такую классную штуку хочется использовать, так? Ну, вот, теперь у нас... Вот, там ты начнешь программировать. Теперь у нас есть модельки и мы добавим к ним связи. Потом мы развалимся на 3 экраны и ты будешь смотреть и думать, что пошло не тракать. А будто у тебя с другим этим, с ангуляром у тебя не разваливалось. С ангуляром меньше чем на 5 экранов не разваливается. А связи добавляются также, используя консольный генератор. Начнем с юзеров. Юзер может иметь много блогов. Юзеров. Максим, учись. Нет. Вот. Что у меня? Все, готово. Много блогов. Теперь создадим обратную связь. Блог относится к юзеру. Пойдем глубже. А по умолчанию он какой ключ? А вот и посмотрим. Если реализационную базу выбрать, он честный? В блогу пост относится. Таблицы, не знаю, создают или нет, реализационные базы данных. Вот и проверь. Это не для прототипирования. Какой агрессивный молодой человек. Так, начнем с блогов. Блоги имеют много постов. Так, у нас все устраивает. Пост имеет один блог, да? Перестань. Обратную связь зададим. Пост относится к блогу. Она и не делает автоматически обратно? Нет. Мы не сделали. Может, там блокбаг 2, чем многим, а может, один ко многим. Здесь, зачем мы задаем взаимонаправленные связи, чтобы у нас через Рест мы могли из блога получить комменты и из коммента узнать блог. Логично. То есть, ходить по нашему дереву в обе стороны. Почему не надо? Теперь пост имеет много комментов. И комменты относятся к посту. Теперь юзеры. Юзер имеет много блогов. Там не так много она генерирует, сколько мы написали. Ну ладно. Ну ладно. Для комментов. Для комментов. Для комментов. Начнем тогда. Коммент относится к юзеру, да? Да. И юзер имеет много комментов. Ну вот. Там не так много она генерирует, сколько мы написали. И что у нас получилось? Здесь ничего интересного. А вот в модельках у нас. Там большой открываем большой. Появился вот такой вот секция с отношениями. То есть, то что, какой там ключ используют. Вот это. И выглядит неплохо пока. Да. Посмотрим, что у нас. Наверное, не пугово. Будем, да. Что вы сказали, что ты вспоминаешь, что скидывал. То еще занятие. Да, да. Ты и расхлебываешь. И посмотрим, что у нас в Explorer. Допустим, посмотрим, что у нас стало с юзером. В блоге догадывались. То есть, по юзер ID мы теперь можем получить блок и сделать с ним любую операцию. Прямо из ресурсов юзера. Также мы можем получить вот список блогов по юзер ID. Создать новый блок там, изменить. Покажи документацию на детях. Пример. Покажи документацию на детях. Покажи документацию на детях. Например. Вы можете использовать ближки банк для вот этого? Да. Это не надо. Мы можем по какому-то... И причем еще мы можем фильтр использовать. Допустим... Создай новый юзер. Можем создать чистого юзера, используя механизм... А, сейчас, секунду. Так. Так. Так как это... А, создай блок, там только одни. Там удален генератор. Ну, мы можем создать юзера и затем юзеру создать пост. А, мне надо взять на какие-то верные, да? А, сейчас узнаем. Попробуем, да. А, сейчас все замет, сгранировали. Нет, вот юзернейм. В начале строки. Что-то такое вот. Юзернейм. Что-то не так. Что-то не так. Круто-тенюшка. Да, ему нужно еще паспорт. Паспорт. Мэй. Мэйл два раза. И НН. Встроенная валидация есть еще. Вдобавок к этому всему. Паспорт. 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 Не смешайте. И НН. Паспорт. Попробуем. Емейл там еще он говорит. Емейл can be blank. Can be blank. Емейл. Бланк. Он не может? Да, очень просто. Так, тогда мы здесь. Емейл. А у него какие-то валидаторы устроенные, да? У кого-то. У кого-то. У кого-то. У кого-то есть, да? Эмм. Да. Да, здесь есть нормальная валидация. Отвечает на сложные. У меня еще будет вопрос. Запитаю. 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 Так. У тебя был. У тебя мог бы еще и поле очищать. А нет. Максим, тебе надо это. И. Валенем. Тебе надо это. И. Валенем. Невалидные джоиссоны. И мы зарегистрировались. Так, он должен ответить, вернуть тебе айдишку записи. Я не вижу. Вот. Беспонсхидера. Вот. А, в Респонсхидере должно быть локейшн, двоеточие и айдишка. Да это же не стандарт. Это рест интерфейс. Это рест интерфейс обрязан. Нет, стандарт интерфейс не стандартизован. Это же рекомендация. Это же, во-первых, это хитро. А если я захочу Респонсхидера подставить? Ну, значит, ты. А что? Черт. Ну, допишешь там немножко в коде в этом файлике. Да, есть afterhookи разные. А на кисках же это проект ответит. Конечно. Вот, можешь туда. Кушать. И молиться, что запрыгаешь. Когда создаешь локейшн. Что вон делаешь, и пишешь что-то. Всегда им богам надо молиться, что-то по реквесту. Теперь мы можем попробовать авторизоваться. Делай. Позоварование. Ой, не нормально. Ой, не прикладывай. Так какого места? Логин мы используем. Игорь. При регистрации указанных и пароль. Пароль, конечно, в поле текста хранится, да? Конечно. Это прототипирование, Максим. Начинается. Узернейм надо писать. Да, напишем юзернейм. Что-то пошло. Логин фейл. Сейчас спустимся вниз, посмотрим, что у нас там. Попробуем емейл. Видимо, он либо емейл использует, либо юзернейм. Ты, наверное, просто свой логин проигнорировал, а юзернейм использовал в емейл. Ну, видимо, юзерней просто не обязательно. Вот. И нам выдан токен, с которым мы можем в дальнейшем ходить. Яху. Вот токен мы можем вот сюда вот ввести и сет токен делать вот так вот. Что он будет потом с хидрой, да? Если у вас есть ACL, то этот токен будет использоваться для фильтрации доступа к сущностям. А хидр, оно показывает? А, вон, реквест хидр. А реквест хидр? Вот. Ну, это здесь нет. Вот сейчас токеном полетит запрос, где посмотреть, как это хидр. Давайте попробуем. Можно в консольке посмотреть там, если сильно хочется. Пошелось. Да. Влоги меня пошли. Влоги меня пошли еще. Google? Нет. Влоги потом. Почему я попал? Вроде все нормально. Чеки сработало. Пошел отсюда влоги, а? Ну, в общем. Отличная штука. У нас уже все работает. Пуст. Давай писать. Теперь добавим немножко ACL. Сервер выключим. Опять у нас удобная генерация. Блог. Допустим, мы хотим, чтобы блок ко всем методам все ресурсы, типа, чтобы все юзеры не имели доступа. Чеки? Нет. Только... Ну, и влоги, я не поставил. Только свои. Избранные. Затем мы хотим, чтобы ко всем методам все типы доступа овнер имел доступ. То есть тот, кто создал блок, он может его менять. А те, кто просто пользователи со стороны, они ничего не могут делать. Но сделаем, чтобы они могли этот блок получать в get-запросах. К одному методу, допустим, get. Хотя нет. На чтение все юзеры, чтобы могли иметь доступ. Вот. Если мы выберем конкретный метод, то мы можем кастомно, допустим, get. Но у нас могут быть еще другие методы на чтение, доступные в ресте. Поэтому проще выбирать все методы и тип доступа чтения. Ну, если это приемлемо. И сейчас у нас уже сгенерился АЦЛ на блогах. Комменты ты разрешишь? Нравится? Да. Попробуем. У нас где-то там был АЦС токен такой здоровенный. Прикольно, к этой хрени уже можно какой-нибудь интерфейс писать. У нас в MongoDB все хранится, поэтому АЦС токен должно работать. И попробуем получить юзеров. используя наш АЦС токен и не получилось. Не получилось, да? Да. Потому что юзеры хранятся в memory. Наверное, не поменял. А, ну да. Они наследуются. Да, их надо поменять для самих юзеров. Твои лайки изменят. Нет. Ну ладно. Попробуем. Сейчас каждый раз логиниться придется. Давай поменяй, Игорь. Один раз. Мы можем посмотреть, что происходит в Mongo. У нас есть база тест. Посмотрим, какие у нас коллекции. У нас есть юзер. И попробуем найти всех юзеров. Думаю, юзернам сохранился. Все. Все в порядке. Всем пасфорт фишированный. Юзернам не удастся. Да. Пасфорт засолился. Да, потому что оно было. Потому что мы сделали юзернам, но отнаследовалось, наверное, логин и имей. Логин такого нет, юзернам не мандатыр. Вот есть логин. Емейл иметь либо юзернэйм, то есть Там есть логин, а вы настребуете, видимо переопределили еще куда юзернэйм Авторизоваться можно по юзернэйм либо емейл адаптивно все И войдем еще раз, видимо токен про туфу Что-то на ваш гелнокод мухи слетается Аксесс токены у тебя понятные мемори А, да, действительно, аксесс токен в памяти Третья минуты прошло И уже неплохо А мы все делаем Про ангуляк не упомнили только Нас всех можно уволить, а у них вот этот скриптон Только Игорь оставим Мне интересно, насколько оно оптимизировано Это депаркетипирование, вы что это тут идете? Что? Настоящие программисты все-таки нужны Конечно Мне кажется, на этом будет можно Не только для прототипа Не только для прототипа Не только для ряда А как нам нужно ускорить? Нам нужны более мощные сервера Не больше сервера Потом админку закрыть Большинство проектов до хайлода не доживают Так что, я думаю, можно вообще не А все там же внутри стоит экспресс Какие оптимизации на экспрессе Работает половина сайтов на ноде Или там, не знаю, 80% сайтов на ноде Работает на экспрессе Над экспрессом нависло Короче, надо Над экспрессом Над экспрессом здесь в основном генераторы нависли И вот генераторы конфигов Так что Если будут проблемы, там инстанцируется Аппликейшн Экспресс аппликейшн И можно с ним работать напрямую Если прям вообще припечет И это будет так же оптимально, как 50% сайтов 8 8 8 8 Итак, мы создали Мы создали юзера И теперь Можем, используя этот ацс токен Создать какой-нибудь блок И мы используем вот такую штуковину Вот у нас Создать новую инстанцию В А не Не то Вот Вот эту А можно цвета вот этих вот менять? Ожидаемый вопрос. Так это ж просто подсветка для get, delete и... Это важно. Воркни и в CSS-ке поменять. Для браузера юзер. Так, видимо, наш юзер Пройди, нужно прилететь. Прилететь. Кто же заметил, что дата вверху экрана... Джим Кэррис. А я не вижу ничего. Я не заметил. Хороший план. Я думал, ты не жирный. Так. Это на единое время надо передать, да? Или юзерайд. Или юзерайд. Юзерайд. У тебя не получилось? Ну попробуем юзерайд. Юзерайд, он же к юзеру относит для выполнения. Возьмем наш юзерайд. В консоли, наверное, есть. А почему у вас там такая хорошая документация, такая классная? Вы все гадайте, как юзерайд. Я гадайте, потому что сначала. Потому что если ничего не получается, то тогда прочитаем структуру. Я тут исходной конс. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. В терминале не посмотрим. А чего все проблемы? А мы сейчас юзерайд свой получим. Он юзерайд. Вот здесь вот, кажется. У нас есть ответ. Можно выготовлен? Постом поменять юзер. Посмотри, как всех юзеров. Возьмем всех юзеров тогда. Вот это вот штуковое. Есть что-то с авторизацией. Ну, в общем... Возможно... Вздрей я скрыл... Чтоб напутался целями. Что, не создается блок? Давай удалим отцель. Ну, давайте. Снесем отцель. Не создается блок? Со целью нужно аккуратненько. Как-то перекрывать эти могут друг друга. Перетянули. Поля. Потом придет какой-нибудь китаец. Пощупает все ваши отделы. Найдет у них дырочку. И удалит все ваши блоги, коменты. А потом появится длина с БК победителя. Ну, нет. А зачем нужно облинить? Подожди, подожди, поизучай. Ну, мы уже не успеваем. Поэтому я просто удалю. А цель требует юстировки. И так вот... Насколько я его не умею готовить. Так вот, лихая... Так, и... Скорее всего, опять придется залогиниться. Так, логин у нас. Ну что нам логинить? Чтобы все знали, кто ты. Ну, тоже я. Тогда мы получим наш юзер-ид. Сходим напрямую в Монгу. И запишем, так что да. Так... А у нас-то не пользовался экспрессом. Это юзер-ид у нас лота. Я совсем немного использовал. Но я сразу на лукбэк перешел, потому что он более фикстерский. Итак, создадим новый блок. Блог. Да. Постпану. Укажем, Nail. Увезеродитель. А можно в пост свой дезер-ид? Ой, и дезер-ид. А что сделать? Пут свой деблог. Вообще пост и пуд часто работают одинаково. Пуд ты указываешь, что идишник пуд, а после я он сам делится. Вот, создался блок. Вот, мы создали блок. Теперь, если мы возьмем юзера с текущим ID, вот так вот, по юзер ID получим список блогов. И попробуем. Ну, вот здесь базовая цель на юзеров работает. Поэтому мы попробуем для блога создать посты, и там цель не будет работать. Вот у нас есть блок ID, и создадим для него, для блога пост. Так, создаем нужные поля. Айдишник блога указ. Так. Получаем, что все хорошо, и попробуем по блогу, по ID блога, получить все существующие в нем посты. Это вот эта штуковина. И вот мы получили список постов. Круто. Круто. НПМ-пакетик. Я могу показать, как это работает в другом месте. Так как у меня есть все настроено. Для этого нужно иметь грунт. Он собирает, то есть грунт может что-то выполнять. Его обычно используют для мимификации, генерации файлов, склеивание и так далее. А я на грунт переделал все. Что ты переделал? Тогда я сейчас все это заберу. Это такая же, наверное, грунт? Ну, Гуль. Зачем? Грунт просто бил скрипт. Я еще грунт не начался. Нет. А вот это вот все на скопируем. Гуль. Ну как? Гуль. Да. Только грунт в комплекте еще есть. Ну, когда они говорят, что нужно будет удовлетворить поле. Если они не писать, то это уже зато, что он поменял. Там чего-то много всего. Сколько тебе трудно? Там грунт. Все зависит. Да. У нас много зависит. У нас много зависит. Окей. Ну его нахер, как и будет. Сайт визитка. Это фронтэр. Одностраничная. Там у меня много всего Angular. Куча ангуляровских библиотек. Нету столько библиотек. Уже 60 мегабайт текстов. Что это? Ну, вот NPM же, он такой. Все Депендент все же там храниты, не шариты. Ну, просто почти смотри. Зачем у каждой Депендентентент свое Депендентентент. там не рекурсии там дерево строится для каждого пакета если даже одинаковая зависимость будет нужная версия забортить и сделать семлинку просто контролл контролл икс теперь можем попробовать что-нибудь сгенерировать и посмотрим получится вот он что-то делает и написал что у него все хорошо и он нас сгенерил для ангуляра валид ну почти да он использовал то что лукбек вот на генерил там всячески конфигии его изгенерил для ангуляра готовый ресурс документации больше чем которые работают с этим рестом вообще не нужно писать пишешь просто юзер и . логин короче главное не показывать этому ахмеду вот и все это работает то есть у него есть куда идти по какому методу здесь же удобная документация сразу же прилагается как как можно вызывать какой метод это все хорошо работает и вот таким образом мы можем по-быстрому генерить ратор с пока нд у меня все вопросы ура 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 а зачем это нужно допустим есть задача сделать фронтенд да а бэкенд команда что там тупит это правда только для прототипирования больше ни для чего до Они прямо говорят, не используют этот подальшин. Я в отношении к нашей организации смотрю, и у нас, наверное, такие юзкейсы будут встречаться. Когда нам нужно сделать фронтенд, а бэкэнда кто-то другой делать, или его нет, или он вообще не нужен. Или он нужен только по стольку, по скольку. А разработчики что-то делают? Фронткурска, что-то делают? С делаем сервисами, а у них, например, нет тестовых. Да, это законченный инструмент, который можно использовать для сайтов. Он на базе экспресса работает. И то же самое, что на экспрессе пришлось бы раутэмбли, все это вручную, куда-откуда взять, склеить, что вернуть. Вот это все уже готово. Оно генерится. А у него есть консультики команды, чтобы редактировать модель? Поле добавить, поле убрать? Да, наверное, но, по-моему, после этого проще зайти вот и вот здесь в джессончике взять вот такое вот поле. А в базе там не появится? Ну, я использую MangaDB, она схема RIS, поэтому... Половину документов будет старой, а с кем-то не надо. Да, это ответственность программиста сделать миграции. А вот это что, это просто генератор или это какая-то прослойка еще между экспрессом? Это законченное решение, сервер, который набором инструментов обладает для... Ну, то есть он не просто конфиги фигачит для экспресса, но еще и сам черт. Конечно, он же их обрабатывает, вот эти вот конфиги, но он работает поверх экспресса, понятно. Когда вот там сел, вы платите, помните, шапки сел. А, в общем, вижу вот эти штуки, очень полезно для меня. Кому же... Причем у них для айфона HDK есть, для андроида HDK есть. Мне не нужны никакого ген-разработчика. Он ступо закликал, какие мне REST-тапишечки нужны. Да, также генерятся вот эти вот, как ресурсы для ангуляра, для айфона, для кордовы, кажется, там генерится у него. И для всяких других фреймворков, наверное, тоже, да? Найсфрей. И вот оно для ангуляров. Если я понял, что он там есть, ты какой-то генерировший. А, написал, у меня вот, у меня есть грунтфайл, и я использую надобскую библиотеку, она вот ставится, грунтл, бэк, sdk, генериров. И эта библиотека, в общем, с конфигом запускается, и все. А для галпа есть какая-то или у нас? Да, есть для галпа, для гульпа, я это тоже начал делать, и почти оно работает. По-моему, работает даже. Это вчера залупал. А если я хочу, сколько какие-нибудь фейковые данные, вы можете использовать при е-тестировании? Да, а слушай, я хочу тестовый. Тестовые данные можно использовать REST-тап и загрузить. Вся-то для тестов данных есть Faker, такая штука, которая венгенит. Офигенска. Ну, что лучше, это или Faker? Не, ну, в смысле, Faker сюда генерировать, а сюда записывать постер, что он при начал. А, еще про другой штат, какая-то Faker тоже REST-тап. Ну, здесь уже как полуконечное решение. Здесь уже есть какие-то ревые, минути, чуть посложнее, а цветки. Не, ну, ты просто можешь, мне нужно, 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 мне нужно. Да? Ты прям берешь и юзаешь. Для большинства стартапов подходят за глаза. Ну, и вот, если вы обратили внимание, когда мы создавали датасорцы, датасорцы, вот так, создавали, то нам предлагалось выбрать кучу адаптеров, да? Да. Вот, и... Ну, какой-то перемей, там. Да, мы можем что-то там создать, вот, на корсофтский сервер. Безвестный. Можем создать датасорцы, это... Почта России. Другое, внешнее REST API, допустим, да? И таким образом, наш лукбэк станет, ну, естественно, сущности мы в разные датасорцы можем распихать, да? Чтоб они не в одной базе хранились где-то, а в куче баз. Причем, у нас будут работать вот эти вот наши роутеры. Слушай, а датасорцы мы, это можно кому-то пить там посылать, да? Ну, скорее всего, да. Вот, и таким образом, наш лукбэк может быть фасадом для кучи других API, там, бас и все такое. Прикольно. Агрегировать внешний сервис. Походит на фасты, ну, прикольно. Вот. Ну, да, потому что надо быстро-быстро делать. Ну, короче, брат, у нас же будет такой проект. Слово, он всегда будет. Такому, в итоге, получается, у нас здесь генерированный ангуляр файл. Потому что через месяц открылся. У нас генерированные файлы инкудятся в ангуляр, и это сервисы, которые можно инъектировать. Вводить свой код и обращаться просто, допустим, в юзер, точка, в логин и варайминг. И все, это будет работать. Не нужно указывать ни угол, по какому-то, куда-то идти. Возвращается промис, и все, жизнь прекрасна. А вот это ты не смотрел в поддержку хейт-оэс? Хейт-оэс – это джавовская спецификация, спринговая какая-то. Но она не мейстримовая, поддержки ей сейчас нет. И не будет. Но ее можно запилить и пост хуками. Вот в понедельник придет этот новый чувак Илья, мы посадим его писать это апи-тестовой. Навяжем ему вот эту хрень. Ну, скажем, с поддержкой хейт-оэс, и как ему быть. Да, есть автор хуки различный. Это, короче, REST самодокументированный такой. Например, запрашивает список пользователей, а там внутри уже ссылочки на ресурсы с детальной инфой этого пользователя. У нас где-то заказчики требуют по-моему, в общем, я тут дал. Ну, ладно, ну-ка. Присутствует секция дополнительная. Ну, здесь что-то не так. Да, бери хейт-рестор с G-Stone. Ну, то есть от Spring'я что-то там пошло, и не все его юзают, оно не популярно. Практически нет. На ком? Не знаю, как это могу гуглить. Вот. Да, появлялся. Вот. Вот эффект херня появляется. То есть куда идти за связями? В итоге у тебя есть единая точка входа, как САП, короче, как ВСДЛ. Есть единая точка входа, и из нее ты всегда можешь там уже по ссылкам попасть на другие ресурсы. ВСДЛ это все сразу известно. Ну да, здесь надо добираться по дереву куда-то там инкутивно. Ну, можно построить, в принципе, все дерево, конечно, пройти. Здесь тоже можно идти, используя REST ресурсы, как мы видели. Нет, тут не смысл в том, чтобы заказчики остались довольны. Есть библиотеки, с которой ты можешь по кишочкам лазить? Ну, здесь генерируется просто REST API какой-то более-менее стандарт. Есть user.js, там в этом user.js ты что-то же должен программировать. Мы можем хачикировать фонды, перебинать хуками? Да, есть before-хуки, after-хуки для каждого метода. Тебе же надо в тот же дата-сорс сходить, какие-нибудь ссылки получить. Конечно, все это есть. Можно ходить, куда хочешь. Да, можно. Можно... Да, обращайся. А ходить салов в себя. Сущное... Вот есть у нас такой JS файлечек, и вот здесь вот можно... Вот это вот все экспорты. И все. И... Можно делать что угодно здесь. Before, кератер. Что, например, это смартфон? Что угодно. Что можно вернуть... Ну, что-то такое, типа... Функционный блок. То есть она когда вызывается? Что это? Ну, вот мы делаем такое... DoMagic, и что-то такое. Return только, да? Да, что ты делал. Это же функция. Что ты пишешь? Перестань, это не подписано. Она вообще... Ну... Не валидно. Синтекс.Ро. Return... А, то есть ты объект возвращаешься с методами и с всякими, да? Уличный интерфейс возвращается. Да. И что-то такое. Понятно. Вот этот модерн, кто его использует? Кто он клип как-то его будет использовать? То есть DoMagic это... Это кастомный метод. То есть в ресторанте он там появится. Сейчас попробуем. Посмотрите. Мы в юзере, да? Все взорвалось. Масскуэль, зачем ты это сделал? Удали его. Не проблема. Замачивай. Проблема удалить микрофобку. А, вот последний тест 2. Вообще, как ты мог? И запятые. Все, нервный народ какой-то. Кавычек, кавычек. Залетай, запятые. Все стартануло. Все было средь возможностей. Ну, ты не понимаешь, что ты хоть запятые. Сейчас у нас стартает. В принципе, можно так и программировать. Мы там собрались вместе. Один тайплый, а другие... Кучки, кучки. Так такое же есть. Парное программирование. Ухо готово. А это будет не парное, а... Коллективное. Командное. Коллективное. Программирование кружком. Менит и менит. Кружок программирования. Да, юзерс и посмотрим, есть ли Doom Magic у нас какие-нибудь. Нет. Doom Magic нет. Doom Magic нельзя. Ну, видимо, что-то еще нужно сделать. Control F что-то пошло не так. Надо Doom, Control Shift. Надо, давайте, вам почитать документы. Да. Там, скажем, что-то тоже несложно. Надо, наверное, добавить это в декларацию куда-нибудь, что... Еще едет Doom Inter. Да, возможно. Ну, знаешь, нужно было писать какие-то... Да, естественно, вопрос. Ну, ладно, если... Наверное. Ну, вопрос... Вопрос вот этих моделей, конечно, не раскрыть. Я не понял. Ну, у нас только RESTART. RPC — это тема следующего доклада. Ну, если модель есть, значит, она кому-то узнает. Не, ну, как вот в симфонии, да? То есть, ты добавляешься в новое поле в таблиц, напускаешь, например, заново, схема, заново модель, и она генерирует на это поле чего-то... Есть обновления моделей частичные? Окей. Частичные. Это как? Полумерный пол. Ну, как, как? Вот я, например... У меня нет, например, права редактировать все свои поля для обычных пользователей. Конечно, мы... У нас сущность юзер в базе могла бы содержать 30-40 полей, а мы в схеме в своей описали только 2-3 поля. То есть, в базе хранится что угодно, как бы длинная большая таблица, а мы только 3-3 поля монтируем. Не, он, наверное, имеет в виду, что сам юзер не может лезть, а админ, например, там может. Да, да. Да, это со целем. А объект будет тот же самый и для разных объектов? Можем сделать, отнаследовать ресурсы для разных людей. Какой будет отнаследовать? Отнаследование – это расширение. То есть, отнаследованный будет от Минский, а база будет... Да, мы сделаем юзер обычный и админ юзер. И оцелем, прикроем админ юзер. А ресурс для этого будет один? Можем сделать какую-то более усложненную для себя жизнь и совместить все. И используем все. И совместить, сделать хитрую валидацию где-нибудь на бэкэнде. Но нужно ли это? Проще два ресурса, по-моему. Ты чувствуешь, что он там все, о чем углубит, что он может быть одинаковый. Скоро бы, конечно, он сидит. Вот так вот. А то уже чуть-чуть летать там. А то уже обманываться приправами. Да. Ну, так и еще. Ищи где. Кто еще что хочет узнать? Не просто проведите сначала. Остальные цены, которые там 5 из них 1, 3, 3. А потом, когда что-нибудь взорвется и поломается. Ну что ж, если вопросы есть, то еще я крячу. Нет? Конечно, конечно, любой каприз. Вот это мы все прошли. А это бэкэнд, да? Это бэкэнд. Бэкэнд готов. Показали. Это целые 2 бэкэнда, я считаю. Бэкэнд показали. Бэкэнд показали. Бэкэнд показали.